Слава Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин сознался, он действительно застрелил лося. Сознался после того, как к Государственному Думу поступил запрос от Генерального прокурора о лишении его депутатской неприкосновенности. То есть, когда стало ясно, что Геннадий Зюганов не смог отстоять перед Кремлем своего товарища, а других заступников в Кремле у Валерия Рашкина нет и не может быть. Там давно точили на него зуб, Кремль давно просил Зюганова заменить Рашкина в Москве, но Зюганову удавалось его отстоять под тем предлогом, что Рашкин хорошо провел в 2019 году выборы в Мосгордуму. Но теперь все. Запрос из Генеральной прокуратуры означает, что на Рашкине ставят крест. Из Думы его теперь прогонят и пусть скажут спасибо, если не посадят его в тюрьму. Зюганов его отстоять не смог. Теперь и слово Зюганова, самого Зюганова меньше весит, так говорит социолог и политолог Константин Гаас. Есть два контура в этой истории. Первый контур с момента, когда руководитель партии Геннадий Андреевич Зюганов с точки зрения Кремля нарушил договоренности, спросив президента про итоги голосования. Они сразу после выбора встречались в режиме видеоконференц-связи. Это было нарушение договоренности предварительно достигнуто, потому что Зюганов обещал этого не делать. Соответственно, как любят говорить в Кремле, наказание будет носить системный характер. И вот, когда представление о лишении депутатского иммунитета поступило в Государственную Думу, Валерий Рашкин и рассказал все, как было. Он думал, что документы на охоту есть у его друзей, поехал охотиться вместе с ними, увидел, как будто кабана выстрелил, оказался лось. Государственная пропаганда ждала этого паса. Телеканалы зашлись в истерики, цитируя Пришвина и издеваясь над Рашкиным и его то ли лосе кабаном, то ли кабана лосем. Рашкин объясняет, когда его задержали, чтобы ненароком никого не подставить, он не нашел ничего лучше, чем выпылить, что нашел тушу лося в лесу. Почему он молчал потом, спрашивали его журналисты. А почему сразу нельзя было рассказать все, как было? Есть определенные условия проведения следственных действий. Я об этом знаю. Есть уголовный кодекс, есть тайны следствия, есть запреты на какие-то. Я надеялся, что эти условия мне выскажут для того, чтобы не испортить, не навредить ни следствию, ни мне, ни моим товарищам, которые были. Потому что я знаю точно, что запрещено общение с свидетелями. Но это есть определенные этапы этого следствия. Поэтому я и молчал, надеясь, что следствие пойдет и будут проведены допросы. Тем более я открыт и сказал, что готов к этому в соответствии с законодательством на каких-то условиях. Я не знаю еще нюансов этих следствий. Поэтому я молчал. Но молчал до поры до времени. И когда я понял, что уже настолько все это раздули дело в СМИ, настолько ее подняли на высоту, так сказать, Гималаев, там, значит, Джамалунбы, что дальше уже молчать, ну, я считаю, что уже невозможно. Так Валерий Рашкин сам стал, если угодно, кабанолосим. Пал жертвой собственного самомнения и веры в то, что руководство партии сможет отстоять его и на этот раз. Что, конечно, была ошибка. Потому что, как сразу было понятно, в тот вечер шли две охоты. А не одна. На одной охоте Рашкин охотился то ли на кабана с разрешением на охоту, то ли на лося без разрешения. И это уже не так важно. И это, конечно, не самое тяжелое преступление в Уголовном кодексе. Зато на другой охоте ФСБ охотилось на самого Рашкина. И эта охота увенчалась успехом. Поймали с поличным. А в результате и на вранье лидера несистемной фракции Компартии, который, по сути, вышел на замену посаженному в тюрьму Алексея Навального на этих выборах. По крайней мере, с точки зрения избирателей на замену вышел. С точки зрения избирателей, которые впервые голосовали за КПРФ из протеста против власти, а не из-за тоски по Советскому Союзу, по массовым репрессиям. Или в чем еще винит умное голосование и вообще голосование за КПРФ Григорий Явлинский. Мы уже много раз говорили о выводах экспертов по электоральной статистике. Реальный результат коммунистов на выборах не нарисованный им 19%, а около 25%. И сравним с очищенным от аномалий, то есть, читай, приписок и воровства, результатом «Единой России», который составил чуть больше 30%, видимо, вместо нарисованных им 50%. Вот что пишет в докладе фонда «Либеральная миссия» про голосование за коммунистов политолог Маргарита Завадская. Говорит ли рост популярности коммунистов о росте левых настроений в электорате? Говорит ли это о том, что российская оппозиция разделяет преимущественно левые взгляды? Пожалуй, нет. Во-первых, КПРФ тактически оказалась фокальной точкой для координации большинства протестных голосов, независимо от их идеологических позиций и даже рекомендаций умного голосования. Во-вторых, сама левизна КПРФ весьма далека от левых и социал-демократических аналогов в европейских странах и скорее близка к сочетанию социального консерватизма и экономического патернализма. Предпочтения в пользу социальной защиты не являются определяющей чертой левого электората. В-третьих, росту популярности КПРФ способствовала пенсионная реформа, которая разрушительно отозвалась на рейтингах президента. Но главный пункт, конечно, первый. Это избиратель решил, что протестовать лучше всего голосует за КПРФ. А Навальный вместе со своим умным голосованием снова, как и в 2011 году, угадал тренд. Избиратели «Единой России» стареют, избиратели КПРФ молодеют, превращая ее в главную, что важно, реальную оппозиционную силу в стране. Рашкин не единственный, кто столкнулся с прессингом и провокациями, и кому это с большой вероятностью будет стоить политической карьеры. Крайне сомнительным, например, выглядят обвинения в педофилии, выдвинутые в адрес популярного в Владивостоке приморского коммуниста Артема Самсонова. Крайне сомнительные, особенно если принять во внимание, во-первых, что сам факт преступления невозможно доказать или опровергнуть, якобы показал ребенку фаллоимитатор, и главное, что произошло это три года назад. Дело носит исключительно политический характер, заявляет приморский крайком КПРФ. Мы, я цитирую приморских коммунистов, говорим от имени тех, кто не сидит на кухнях, ругая власть, а открыто выступает против произвола и репрессий, защищая всех нас на передовой. Коммунистов атакуют и в Москве в связи с исками против результатов электронного голосования, и на Урале за митинги, и в Мурманске, и на Сахалине, и в Коме. И это, конечно, только начало. Для Кремля это процесс, давно начавшийся на оказание радикалов КПРФ, просто он в случае с Рашкиным очень для них важен, потому что это тот самый человек, который, собственно, в Москве пытался устроить митинг сразу после выборов. Для КПРФ это некоторая точка невозврата, когда партийные функционеры должны определиться, либо они согласны с этими новыми правилами игры, ну, в общем-то, это же политика факта, да, то, что произошло с Рашкиным. То есть, это по меркам российской элиты, это была очень гуманная охота, просто супергуманная охота, по меркам депутатов от Единой России, которые любят тоже поохотиться, намного более жестких форматах, это была абсолютно травоядная вещь. И, соответственно, либо руководство КПРФ на местах соглашается с тем, что да, это новая норма, мы принимаем эти правила, либо они должны что-то делать. Я думаю, что удары будут и помимо Рашкина до момента, пока руководство партии будет передано вот человеку, который Кремль уже устраивает полностью, который не взбрыкнет там в силу возраста, какой-то генетической памяти о том, чем эта партия была там, я не знаю, 20 лет назад и так далее, и так далее. То есть, такого рода случаи будут продолжаться, и ходить нужно представителям, ходить нужно коммунистам с опаской. Всем привет, это Тихон Зитко, главный редактор «Дождя». Спасибо, что смотрите нас на Ютубе. Но дождь — это намного больше, чем наш Ютуб-канал. У нас есть огромное количество контента. Под подпиской на нашем сайте открывать для всех новости мы можем благодаря тому, что вы, наши зрители, оформляете подписку. Это дает нам возможность в прямом эфире, абсолютно бесплатно, и для всех транслировать новости, рассказывать о главных событиях в России и за ее пределами. Так дайте нам эту возможность, подпишитесь на «Дождь». tvrain.ru слэш подписка, и мы в таком случае сможем и дальше рассказывать о происходящем во всем мире.